В сложных политических интригах в Украине трудно разобраться. На этой неделе наступил редкий момент ясности, утверждают в The Washington Post научный сотрудник Атлантического совета Максим Эристави. «Самая важная внутриполитическая проблема в нашей стране – коррупция, и впервые в нашей современной истории у нас есть люди и институты, которые борются с ней», – говорится в статье. Но в тот самый момент, когда антикоррупционные чиновники начали бороться с проблемой, украинский президент Порошенко принял меры, чтобы подорвать их положение. Эристави сообщает, что сторонники Порошенко в украинском парламенте отправили в отставку главу антикоррупционного комитета и готовятся нейтрализовать НАБУ. Порошенко явно полагает, что его сторонники в Вашингтоне и Брюсселе защитят его в любом случае, ввиду продолжающейся войны с поддерживаемыми Россией силами на востоке Украины. Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» подала повторный иск против наложения на нее санкций ЕС, заявив, что приговор, вынесенный в марте по предыдущему иску Европейским судом, был незаконным, необоснованным и политизированным, сообщает Financial Times. Роснефть на 19,7% Небольшой долей также владеет швейцарская компания по продаже сырьевых товаров «Гленкор», отмечает издание. Подобно бумерангу, санкции ударили по этой отрасли промышленности и финансовому сектору в Европе. В Германии 300 тысяч рабочих мест зависят от производства оборудования, импортируемого в Россию, говорится в заявлении компании. Финансиал Таймс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова